Здравствуйте! За последний месяц в большинстве крупных украинских городов произошли многочисленные сообщения о ложных минированиях зданий, вокзалы, торговые центры. На выходных ситуациях без того накалилось. Убийство городского головы Кременчуга и обстрел дома львовского головы Андрея Садового потрясли всю страну. Кому выгодна дестабилизация ситуации в мирных регионах Украины? И не приложил ли к этому процессу руку наш северный агрессивный сосед? Об этом сегодня в программе «Важный день» говорим с важными гостями. Владимир Бойко, глава консультативного совета при ГПУ. И Владимир Полищук, эксперт по вопросам работы правоохранительных органов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Утром 26 июля был убит городской голова Кременчуга Олег Бабаев. Военный, бизнесмен, спортсмен, политик и чиновник. Бывший народный депутат от всеукраинского объединения «Батькивщина», президент футбольного клуба «Ворскла». Бабаева расстреляли в упор за несколько сотен метров от его дома. Жители близлежащих домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами в Бабаева из огнестрельного оружия. Как позже установит следствие, в руководителя Кременчуга попали три пули. Убитого городского голову Кременчуга Бабаева поддерживали 71% горожан. По некоторой информации, Бабаев должен был возглавить Полтавскую ОГА. И сегодня стало известно, что убийство главы Кременчуга переквалифицировано как преднамеренное убийство, совершенное на заказ группой лиц. Олегу Бабаеву было 49 лет, у него осталась жена и две дочери. Олега Бабаева похоронят завтра, 29 июля. Владимир, вы как эксперт в работе правоохранительных органов, что можете сказать об этом убийстве? Я могу сказать, что ссылаясь на свой опыт, вряд ли работники милиции, главное управление будет освещать эту ситуацию в полной мере. Наверняка рассматриваются очень многие версии от заказного убийства, которое вы сейчас озвучили, до возможных каких-то финансовых разборок и заказа этого убийства конкурентами Бабаева. И возможно даже бытовые какие-то моменты, судебные, долговые какие-то обязательства, все будет рассматриваться. Даже бытовые вопросы, я тоже думаю, будут рассматриваться в этой линейке возможных версий. Но МВД и президент Петр Порошенко взяли на особый контроль это дело. Да, сегодня была переквалификация, то есть мы уже, МВД говорит о том, что это заказное убийство, совершенное группой лиц. Я надеюсь, что правоохранители заинтересованы сейчас побыстрее выдать какую-то информацию, чтобы успокоить общество. Потому что, правильно вы сказали, есть моменты, которые сейчас дестабилизируют и до того сложные ситуации в нашей стране. Владимир, а что вы скажете, кому была выгодна та ситуация с городским головой Кременчуга, то есть его убийство? Ну, во-первых, я думаю, что необходимо рассматривать в комплексе это событие на фоне всего того, что происходило за день, за два, до того, за день, за два, после того. Начнем с того, что было еще и покушение, которое мало освещалось, но это покушение, неудачное покушение, то есть оно не состоялось на руководителей Днепропетровской обл. госадминистрации. С гранатомета были задержаны те, кто пытался совершить это убийство. Параллельно мы видим ситуацию во Львове, обстрел, одновременно идет убийство, происходит убийство в Полтаве. Во-первых, я думаю, что все это было скоординировано. И все это элементы одного сценария. Чего это сказано, вы считаете? Безусловно. Это совершенно типичная работа спецслужб, где нужно сразу же в комплексе анализировать. И вот эти вот сообщения о заминировании общественных мест, и работу, в кавычках, потому что это нельзя назвать журналистской работой. Люди, которые представляются как журналисты, делают репортажи из горячих точек на востоке Украины. Это, очевидно, один план, который разрабатывается в одном месте. И в каком месте можно будет окончательно сказать тогда, когда будут найдены злоумышленники. Владимир, мы к этой теме обязательно сейчас еще вернемся. У нас на прямой связи соратник Олега Бабаева, Виктор Швец, народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. Убили Олега Бабаева. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы знаете, я хотел бы передать искреннее сочувствие семье Олега Бабаева, нашего друга, товарища, соратника и всем жителям прекрасного города Кременчуга. Они в лице Олега Бабаева потеряли очень уважаемого и авторитетного человека. Вы знаете, так случилось, что в субботу раз позвонили буквально через несколько минут после того, как это произошел трагический случай. Я был одним из первых, кто узнал об этой ситуации. Ну, мне позвонили не просто потому, что сообщили, что нашего друга и товарища убили, а еще потому, что мне попросили помочь через правоохранительные органы, чтобы в Кременчуге как-то организовать быстро все эти необходимые мероприятия. Я тут же позвонил заместителю генерального прокурора, он, кстати, не знал, что об этом событии, и сразу ему сказал, с моей точки зрения, это треристически. Поэтому я услышал комментарии ваших коллег в студии, я с ним абсолютно согласен с такой оценкой. Я бы больше этого сказал. С моей точки зрения, что убийство Олега Бабаева, покушение на мара Львова Андрея Садового, это действительно звенье одной цепи. Виктор, но в Министерстве внутренних дел считают по-другому и не связывают все эти два происшествия в одно единое. Знаете, Министерство внутренних дел может считать так, как они считают. А я считаю, что это звенье одной цепи, это начало парламентской избирательной кампании в Украине. И Путину, президенту России, абсолютно не хочется, чтобы эти парламентские выборы в Украине произошли. И я думаю, что он делал и будет делать все необходимое для того, чтобы нагнетать в Украине хаос, страх и вот эти вот элементы убийств, террористических актов, убийств мэров городов, покушения на мэров городов, минирование общественных зданий, вокзалов, аэропортов. Все это в одной цепи, это все создает психоз, нервозную обстановку среди людей. И это как раз и есть проявлением того, что скоординированные действия идут с одного и того же центра. А центр находится в Кремле. Виктор, правильно ли я понимаю у вас, что за всеми этими событиями прослеживается рука Москвы? Безусловно, я же сразу сказал, с моей точки зрения, это скоординированные действия, главная цель которых это не допустить проведение парламентских выборов в Украине. Почему они не хотят допустить проведение? Потому что на сегодняшний день в парламенте Украины у них есть какая-то часть народных депутатов, которые ориентируются на Россию, на Путина. И как бы это пятая колонна Путина. Я убежден в том, что после того, как пройдут парламентские выборы, Путин потеряет эту пятую колонну. И в украинском парламенте появятся исключительно патриоты Украины. И не будет уже людей, которые будут работать на интересы Путина и России. Виктор, спасибо большое. Нашим зрителям, напомню, на прямой телефонной связи с нами был народный депутат Украины Виктор Швец. Владимир, вот народный избранник считает, что два события. И убийство Олега Бабаева, и обстрел дома львовского головы Андрея Садового. Это звенья одной цепи. Но в Министерстве внутренних дел считают, опять-таки, по-другому, повторюсь. Можно с этим мнением согласиться. Но я думаю, настолько профессиональные спецслужбы России, что они сделают все, даже при самой невыгодной ситуации для России, для спецслужб, чтобы всю информацию уничтожить. Поэтому, я думаю, мы можем только предполагать о том, что действительно кто-то там, в Кремле, в ФСБ или в другой какой-то организации планирует такие мероприятия. И это вполне логично для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране, не дать пройти этим демократическим выборам. И, естественно, ухудшить ситуацию политическую, военно-политическую ситуацию в стране. Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем, разве что через десятки лет, как это все организовывалось. Владимир, но так называемые ложные минирования, это огромные затраты бюджета. Опять-таки, это дестабилизация ситуации в стране. Какие рецепты от этого, чтобы как-то уберечься, защититься от этого? Лет 7-8 назад по Киеву было в год примерно 20-30 сообщений, заведомо неправдивых, о минировании каких-то объектов. И, как правило, это были или студенты, которые не выучили экзамены, школьники, которые решили, насмотревшись каких-то видеофильмов, не подготовившись к урокам, заминировать свою школу. Были также недовольные властью люди, которые не получили какие-то ответы в учреждениях местной власти или центральной власти. Но мы видим, что по информации правоохранителей, такие звоночки сейчас начали поступать с восточных регионов. И в день уже бывает по 30-40 ложных минирований, и милиция вынуждена начинать криминально открывать уголовные дела по статье 259 Уголовного кодекса. Но эта статья при каких-то ужасных последствиях, это до 8 лет лишения свободы. Ну хорошо, найти этих преступников можно? Человек, который звонит в зоны проведения антитеррористической операции, который совершил наверняка более тяжкие преступления, он и убивал, он и обстреливал. Я думаю, вряд ли его пугает уголовная ответственность за ложные звонки во Львовке сегодня было, 4 или 5 звонков. В Киев несколько дней назад более 30 звонков было по минированию. Поэтому, я думаю, есть психологи соответствующие милиции, которые при получении спецсвязи 102, при получении таких звонков анализируют ситуацию, докладывают дежурному, он в свою очередь, руководителю дежурной части, а тот руководителю милиции. Вот они должны анализировать и тут уже брать на себя ответственность, какие группы должны выехать, спецслужбы. А действительно, вы сказали, это 15-20, как минимум, тысяч гривен тратят и пожарные, и милиция, и скорая помощь. Ну, как в результате налогоплательщики Украины. Да, ну, если находят виновника, конечно, все эти денежные затраты лягут в судебном порядке потом на его плечи. Владимир, вы как считаете, какой рецепт от дестабилизации ситуации в Украине? Вот, в частности, от защиты от ложных минирований, от каких-то таких ситуаций, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране? Во-первых, нужно четко понимать, что это надолго. Мы живем с таким соседом, к совместной жизни, с которой мы просто не готовы. Судя по тому, что, и, очевидно, я так думаю, что и руководители этого пока что не понимают. Судя по тому, что не предпринимаются меры ни по введению визового режима, ни по контролю, спецконтролю лиц, которые перемещаются, пересекают границу. Просто пока что и наверху не понимают, что нас ожидает. Что это будет взаимоотношение Израиль и Палестина. И на многие-многие годы. То есть нам надо строить стену? И это тоже. Но прежде всего необходимо провести комплекс мероприятий правоохранительных, политических, внешнеполитических. В частности, что касается этих вот звонков. Во-первых, я думаю, что ни убийцы, ни те, кто делал такие звонки, не будут найдены. Потому что есть правило, что заказные убийства либо раскрываются сразу по горячим следам, либо они раскрываются случайно, через много лет, когда преступники задерживаются в связи с каким-то другим делом. Мы видим, что тут работают профессионалы. Да, убийства были всегда в Украине. Ну, это понятно. Но чтобы покушались и убивали мэров, чтобы были покушения на заместителя, руководителя облах госадминистрации, что-то у нас такого давненько не было. Работают профессионалы. Точно так работают профессионалы и те, кто делает эти звонки. Ведь почему, например, звонят из Донецкой области? Да потому что в Донецкой области по понятным причинам сейчас очень ограничены оперативно-технические возможности для того, чтобы выявлять, локализовывать, задерживать таких вот таких лиц. Мы понимаем, что вся эта техника, которая отслеживает подобные звонки, она находится на территории областных управлений СБУ. Я недавно видел по фотографии, где на 9-этажном здании АТС Донецкий, где, собственно, эта техника установлена, сейчас стоят зенитки и крупнокалиберные пулеметы. То есть, конечно, там работают оперативные сотрудники СБУ, конечно, есть какие-то мобильные комплексы, мы судим по обнародованию записей террористов, но нет таких возможностей в тех полевых условиях людей выявлять, задерживать по горячим следам. Ведь раньше было как в Киеве, правильно? Были звонки, не раз были, но практически всех задерживали. Процентов 50-60. Да, но большую часть все-таки задерживали, а здесь мы не видим... То есть это мертвые дела, которые в будущем мы не узнаем ответа на этот вопрос. Это мертвые дела, и они будут множиться, и таких звонков будет великое множество, нужно это понимать. Какой выход? То есть, ну, прежде всего, необходимо, чтобы была, как раньше говорили, бдительность граждан. Чтобы сами граждане смотрели, присматривали за помещениями, что там происходит, не остаются ли какие-то посторонние лица, посторонние предметы, и тогда будет намного проще работать. Потому что самое страшное, знаете, что может произойти? Если через 20-50 звонков, в конце концов, милиция не поедет, и вот тут-то произойдет взрыв. Это, конечно, вызовет колоссальную дестабилизацию в обществе, это вызовет просто панические настроения, и вот на это все рассчитано. Я хотел бы, чтобы еще добавить, вот в отношении комментариев Виктора, что не только, я думаю, это делается с целью дестабилизации внутриполитической, но и для того, чтобы показать всему миру, что Украина – это ненадежный партнер, что туда нельзя направлять какие-то делегации, что над Украиной нельзя летать, нужно облетать. Вы представляете, какие-то убытки колоссальные, вот сейчас закрыли транзитный коридор, да? Это колоссальнейшие убытки, между прочим, для Украинского аэроруха. Это ведь невозможность теперь и развивать нашу инфраструктуру аэронавигационную. Но не всю Украину, давайте скажем, а часть Украины закрыли. Я вас уверяю, что очень большая часть, потому что даже если закрывается часть трассы, это ведь дороги, так сказать, воздушные дороги, часть дороги закрывается, там уже нельзя объехать, нужно выбирать тогда другую дорогу. А сейчас, получается, не хотят летать через Крым, потому что непонятно, кто контролирует пространство. То есть мы считаем, что мы, ИКАО считаем, что мы, но Россия тоже вмешивается, и поэтому есть вероятность столкновения судов. Сейчас Восток закрыт полностью, все контролируемое пространство. То есть это колоссальные убытки и для репутации, и для бюджета. Так вот, и вот эти действия, звонки, покушения, убийства, они также направлены на то, чтобы в глазах мирового сообщества представить Украину как какой-то очаг безумства, горячую точку, Сомали номер два. И от нас во многом мере зависит, этот план будет осуществлен или нет. Рецепт. Рецепт, еще раз говорю, это, во-первых, понимание президента, премьер-министра, председателя Верховного Совета, понимание сложности ситуации и понимание того, что это не на час и не на два, как обещал нам президент, что АТО будет длиться несколько часов. Нет, это на годы. Что необходимо предпринимать меры оперативно-технические для контроля, предпринимать меры по недопущению въезда граждан из соседнего государства, по контролю тех лиц, которые въезжают в Украину, выезжают из Украины. Вводить для этого визовый режим упрощенный возможно. Никто не говорит, что необходимо там месяцами стоять в очередях. Пусть это будет виза на контроле, но это уже будет закордонный паспорт, это уже будет виза, это уже будет контроль за гражданином и контроль, кто въезжает. А сейчас, когда тут задержат, например, сотрудники СБУ, там, какого-то там непонятного гражданина, вот его выдворяют. Нужно не допускать. Вы говорите, что на территории Украины действуют профессионалы, да, вот по дестабилизации ситуации. Кто они и откуда? У нас нет другого соседа, кроме России, с такими замыслами. Мы не знаем другой иной страны, которая бы хотела дестабилизировать ситуацию. И об этом бы постоянно заявлял. Поэтому искать откуда, я думаю, что и незачем. Понятно, что это есть работа спецслужб Российской Федерации. Грамотная, продуманная, основанная на хорошей агентурной базе. Работают хорошие аналитики, которые знают, в какой момент необходимо существовать такие звонки. И когда спланировать убийство или покушение на убийство. Все это ложится в одну конву, в один сценарий по дестабилизации ситуации. Владимир, вы как человек, который работал длительное время в органах. Скажите, как население и чем может помочь милиции в предотвращении таких преступлений, по сути? Я соглашаюсь с Владимиром, но в то же время хочу сказать, что какого-то рецепта нет. Все равно при каждом звоночке руководитель милиции, соответствующей или львовской, или киевской, принимает очень важное для себя решение, информирует, безусловно, прокуратуру и службу безопасности в Украине и должен туда выделить людей. И какой бы звонок, как бы ни предполагали, что это звонок из зоны проведения освободительной операции, или же это какой-то сумасшедший звонит, все равно люди туда будут выезжать, милиция, скорая помощь, представители других спецслужб. Ну все службы необходимые. Поэтому как людям вести? Ну, лучше совета, чем вот Владимир Бойко сказал нету. Это каждый человек должен понимать, что он находится в определенной ситуации политической, военно-политической, что у нас в стране неспокойно идет война. И та трагедия, которая сейчас происходит на востоке страны, есть много горячих головок, которые бы хотели эту тревогу, эту боль перенести и в центральные, и в западные регионы нашей страны. Поэтому надо быть бдительным, надо смотреть, как в метро объявляют, если вы увидели какой-то предмет непонятный, сообщить работнику милиции, позвонить на 102, на другие спецтелефоны, спецслужбам. Бдительность. Бдительность и помощь правоохранителям, которые, наконец, должны стать партнерами в этом деле, в деле обеспечения правопорядка и спокойствия. Вы вспомнили о Западе Украины. Напомню нашим зрителям, в ночь с пятницы на субботу, 25 июля, дом городского головы Львова Андрея Садового обстрелян противотанковым снарядом «Муха». Взрыв был такой силы, что его слышали в нескольких районах Львова. Снаряд попал в угол дома, в результате была повреждена кровля, балка и четыре секции окон на третьем этаже. В частности, осколками выбиты три секции окна комнаты детей и одна секция коридора. К большому счастью, в это время в доме никого не было. Городской голова Андрей Садовый вместе с семьей на выходные уехал в Карпаты. Судя по характеру этого обстрела, по сути-то не хотели полностью уничтожить дом? Хотели запугать, получается? Я так считаю, действительно. Просто мэр Львова, у него всегда была очень яркая гражданская позиция. Он высказывался и во время событий на Майдане. И, знаете, у него неплохие результаты были во время последних выборов. Я думаю, что действительно, если бы планировали какой-то акт более жестокий, то наверняка спецслужбы и исполнитель этого преступления дождался бы того момента, когда бы он находился со своими детьми дома. Это был бы, конечно, шок для детей, это была более трагическая ситуация. В данном случае его не было, он отдыхал. И я думаю, что это просто такая как звоночек, предупреждение. От кого? От тех же людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. Я думаю, что если бы это был криминалитет, который бы себе поставил задачу устранить мэра Львова, то выстрел был бы более удачный, из более подходящего для этого оружия. И это произошло бы в тот момент, когда бы он находился дома. Думаю, что те же спецслужбы, вот именно они заинтересованы в том, что сейчас вот так нагнетать такую ситуацию и закрыть тем людям, которые честно и открыто обществу рассказывают про ситуацию в нашей стране. То есть люди, по сути, знали, что в этот момент в доме никого не было и сделали... Тяжело представить себе серьезного преступника, который вот так на бум пришел и выстрелил. Есть жертва будущая или нету в доме, просто так пострелять. Такого же не может быть. Действительно, человек наверняка знал о том, что в этом доме в данный момент никого нет. Хорошо. Вы, как сотрудник внутренних органов бывший, если рассматривать ситуацию по Кременчуку и по Львову, неужели нельзя провести параллель и связать действительно эти два дела в одну цепь? Неужели не прослеживает это? Дело в том, что наверняка аналитики МВД, там тоже есть штабы, аналитики, уголовный розыск, они наверняка связывают это все в одну канву. Но официально, публично говорят, что это два разных несовершенствия. Общество об этом они говорить напрямую не будут пока, пока не будет каких-то явных доказательств, не будет какого-то одного эпицентра этих событий, откуда исходят эти сигналы негативные. Пока возбуждать общество какими-то домыслами им запрещает не только профессиональная этика, но и, в принципе, инстанция, которая смотрит за их работой. Та же прокуратура на следующий день появилась бы на Богомольце-10 в пресс-службе или в другой какой-нибудь уголовном розыске, если бы такое заявление прозвучало, не имея доказательной базы. А что вы можете сказать об оружии, с помощью которого был сделан этот выстрел в дом садового, я имею в виду? Противотанковый агрегат? Вы знаете, если бы эта муха попала бы в какую-то несущую конструкцию, возможно, была бы трагедия. Но мне кажется, именно кумулятивный снаряд он предназначен для стрельбы по бронетехнике. То есть пробить броню и поразить тех людей, которые находятся в середине в танке. Стрельба по таким мишеням, как дом, мне кажется, неэффективная. Поэтому я предполагаю, что это все-таки какой-то устрашающий акт был. А откуда он, этот предмет? Вот это, собственно, и задача следствия установить, откуда, где взяли это оружие. Но дело в том, что в той ситуации, в которой мы находимся, когда очень много оружия попадает к нам из соседней нашей братской северной страны, и граница открыта фактически, есть участки открытые. Мы знаем сообщения о предвижении даже тяжелой техники. Вот это противотанковое. Гранатомет, я не думаю, что составило какую-то трудность провести его в западную Украину, ко Львову. Владимир, ситуация с домом Садового? Ну, во-первых, я хочу остановиться на заявлениях МВС. Ну, вы знаете, если читать то, что говорит министерство, а тем паче пишем министру себя на страничке в Facebook, то мы живем в совсем другой стране, нежели видим ситуацию за окном. Что вы имеете в виду? Потому что еще 16 марта министр внутренних дел сообщил всей стране, что граница между Украиной и Россией полностью закрыта, муха не пролетит, и он лично гарантирует, что ни один человек несанкционированно не проникнет в Украину с территории России. Это было его заявление, еще раз говорю, 16 марта. Поэтому останавливаться и как-то комментировать заявление, ну, МВС, наверное, не стоит, хотя бы потому, что делать подобные заявления, это не компетенция Министерства внутренних дел, вообще так говоря. Это не их головная боль информировать общество о каких-то там наличии, либо отсутствии каких-то там идей, гипотез, предположений. Есть дело, есть уголовное производство, пожалуйста, расследуйте. Что касается гранатомета мухи, безусловно, ну, кумулятивные снаряды применять для того, чтобы просто выстрелить в окно, это не очень разумно. Если бы ставили цель убить, то использовали бы хотя бы тот же подствольный гранатомет. Вопрос другой. А как провезли? Ну, допустим, провезли. Кто выстрелил, тоже еще вопрос. То есть должен специально быть обученный человек. Просто тоже человек, прохожий обычно, не сможет воспользоваться? Понятно. Ну, там, я думаю, что невелика премудрость научиться пользоваться. Ну, вопрос. Допустим, привезли из зоны боевых действий. То есть через всю Украину везли в машине. И никто нигде не остановил. А если остановил, то не посмотрел. Сразу первый вопрос. Во-вторых, если остались осколки, их можно идентифицировать, саму гранату, то, возможно, можно будет найти номер, возможно, можно будет определить происхождение самой гранаты. Хочу сразу сказать, что громадное количество вот такого оружия было оставлено украинскими войсками в Крыму. Вот сейчас оно спокойно циркулирует из Крыма через порт в Мариуполе, через Азовское море, либо через сухопутную границу попадает и перезаводится в Украину. Единственное, что точно завозится из России, это ПЗРК, потому что наши ПЗРК, они не могут стрелять по нашим самолетам. И по не нашим тоже. Нет. Я имею в виду пассажирским. Да, я имею в виду то, что там есть свой чужой определитель. А вот что касается гранатометы, что касается стрелковое оружие, ну, конечно же, и даже бронетехника, она поступает из Крыма. Это в значительной мере та техника, которая была там оставлена при отступлении нашими войсками. Бук тоже из Крыма? Бук? Бук. Нет. Откуда Бук? Знать не знаю, но судя по тому, что мы видели на многочисленных видеоснимках, можно действительно предполагать, что это был Бук, который пришел из России и уехал. Кто-то не пришел из России. Да, и уехал в Россию. Потому как, если мы говорим о Буке, возвращаемся к этой проблеме, во-первых, насколько я знаю, те два Бука, которые были захвачены, они были абсолютно неработоспособны. Имеется в виду в Донецке, в воинской части, они были неработоспособны. Да и, собственно говоря, вывести такую технику из строя не составляет большого труда буквально одной очереди из автомата. Это во-первых. Во-вторых, там шести степеней защиты. Перенастроить такую ракету для того, чтобы она могла стрелять по украинским ракетам, по украинским самолетам это нереально. Взломать шесть степеней защиты, это, ну, немыслимо. В принципе, это теоретически возможно ввести ракеты в Россию, там будут работать над ними специалисты из специальных лабораторий, но зачем? Проще привезти уже готовые. И не мучиться, так сказать, с перенастраиванием украинской техники. Поэтому, по-моему, по букву как раз вопросов нет. То есть великое множество косвенных признаков говорит о том, что это был бог из России. Но коль скоро сегодня об этом прямым текстом заявил премьер-министр Австралии, не выбирая выражений, очевидно, доказательства есть. Если мы уже коснулись темы АТО и ситуации на востоке Украины, в частности ситуации с малайзийским самолетом, есть мнение, что наводчик был как раз на территории Украины, России, а сам бог был на территории Украины. Вы знаете, во-первых, четко ответить на этот вопрос могут только те, кто сканировал радиопространство, то есть систематически этим занимается США, у них есть соответствующие мощности, ничего сказать не могу. Это вопрос к ним, захотят ли они отвечать. Но должен им сказать, что совершенно нет необходимости подсвечивать цель для того, чтобы поразить ее с этой ракетой. Это, конечно, хорошо. Это, конечно, повышает вероятность попадания. Но в этом необходимости нет, поскольку ракета имеет этот комплекс, имеет свой локатор, просто не есть обзорный, там не такие большие возможности. У него и, собственно говоря, расстояние, то есть с подсветкой это примерно 40 километров, без подсветки 20 километров. Ну вот как раз ракета попала в малайзийский лайнер, когда он был на расстоянии примерно 19 километров, 18 километров от комплекса БУК. То есть вот на пределе. Как только зашел лайнер в зону досягаемости, последовал выстрел. Поэтому как раз тут нет необходимости подсветки. Оно могло быть, но не обязательно. Вопрос просто в том, что если наводчик, условно говоря, был на территории России, БУК был российского производства, и бытует мнение, что сама катастрофа не была случайной, а была спланирована на территории Российской Федерации, опять-таки для дестабилизации ситуации в Украине. Ну, я хочу подчеркнуть, наводчик, он не должен быть при ракете. Отставим наводчика. Вот именно сам факт. Подсветка. Почему? Посылается, сама ракета имеет не настолько мощную... Владимир, я о ситуации. Спланирован ли этот теракт? Вы знаете, по правде говоря, то, что это теракт, это безусловно. Не потому, что попали в пассажирский самолет, потому что стреляли вообще по самолету. То есть на БУМ, на любой самолет, который попадет в зону. Такой бы не был. Если бы попало в украинский самолет, это разве не было бы теракта? То есть тут сам по себе факт, что люди, безумцы, применяли такую технику в отношении летательного аппарата, это уже само по себе является терактом. Безусловно. Что касается то, что он был спланирован, хотели попасть в транспортник украинский, это также не вызывает сомнения. Хотели ли сбить малазийский лайнер? Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что настолько прогнозировать последствия не взялся бы никто. Понимаете, куда попали бы осколки, куда бы попал лайнер, его остатки, на какой бы территории растелся, где были бы черные ящики. Это вещи, которые малопредсказуемы. Поэтому я не думаю, что специально хотели сбить именно пассажирский самолет. Я думаю, что это была та ситуация, когда дали обезьянам гранату. Совершенно не задумываясь о последствиях. Я вам хочу привести, позвольте, еще несколько секунд, хочу привести аналогию с Сирией, с Афганистаном. Ведь вы посмотрите, Украину обвиняют в том, что почему не закрыли коридор выше 320-го эшелона? А почему должны были его закрывать? Над Сирией летают, над Афганистаном летают. То есть закрывается пространство на высоту осколков снаряда, на высоту ПЗРК. Но может опять-таки с целью дестабилизации и авиационного пространства украинского. Счастье закончу, потому что нигде в мире вот таким вот террористам никто не дает такое оружие, которое может поражать на 10-километровой высоте, поражать самолеты. Нигде этого ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в других горячих точках. Что точно так, как следят страны за нераспространением ядерного оружия, точно так все страны следят за нераспространением высокоточного ракетного оружия, которое может сбивать лайнеры на высоте 10-ти километров и выше. Вот о чем нужно говорить. О том, что эта катастрофа, вы знаете, общемирового масштаба. Потому что неизвестно, где завтра выплывут эти буки и где гарантия, что завтра они не окажутся аналогичные ракетные комплексы, допустим, той же Сирии, где воюет сейчас российским оружием. Владимир, все-таки возвращаясь к ситуации ложных минирований, вы говорили, называли цифру, что в среднем в прошлом где-то порядка 20-30 минирований было за год. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, что эта цифра за неделю может превысить это количество. Иногда за день даже. Иногда даже и за день. В частности, да, если говорить о минированиях, моих коллег с телеканала, пятого телеканала минировали за последний месяц только, ну, ложно, минировали за последний месяц только шесть раз. Какой ваш прогноз? Вот Владимир говорит, что такие ситуации будут повторяться и далее. Как вы считаете? Ну, те люди, которые ведут боевые действия на территории нашей страны, люди, которые увлекались реконструкцией, а теперь это все перенесли в реальность, я имею в виду Стрелкова, Гиркина. Я не думаю, что они остановятся перед тем, чтобы какие-то по их команде, какие-то подчиненные звонили бы в наши города украинские и таким образом дестабилизировали ситуацию. Проще всего с телефона, который не опознается, который вряд ли опознается, с какой-то непонятной сим-карточки, вставленной в телефон, а иногда даже не скрывая своего телефона, который находится в зоне АТО, звонить и вот так будут дорожить общественность. Хуже будет, если боевики перейдут более конкретным действием, таким, как мы в Кременчуге и во Львове наблюдали последнее время. Вот тогда тут уже будет большая задача и правоохранительной всей нашей системы, и военных действительно проверять уже каждую машину, как говорит Владимир, смотреть, досматривать. А людям, которые будут вынуждены привыкать к таким неудобствам, с пониманием открывать капотные машины и предоставлять все свои вещи для осмотра правоохранителям. А если говорить, опять-таки, о минированиях и возможностью криминалитета воспользоваться этой возможностью, условно говоря, вы наблюдаете такие случаи? Ну, всегда, когда или какая-то революция, помню Булгакова, криминалитет тоже поднимает голову, потому что милиции, которые сейчас во многом, каждое главное управление областное отправляют в командировку в зону АТО своих подчиненных, и, естественно, меньше сил и средств выделяется сейчас для охраны общественного порядка, дорожной ситуации и так далее. Поэтому, к сожалению, пока мы не наведем порядок, пока мы не закроем границу, пока не прекратим эту войну, то вряд ли можно говорить и о визовом режиме каком-то для людей, которые имеют какие-то плохие, с плохой целью приезжать в нашу страну. Главная задача – это победить в этой войне, и я общаюсь в социальных сетях со своими бывшими друзьями, я уже так могу сказать, с которыми учился в военном училище, с теми, с которыми когда-то ходил в горы даже, занимался горным туризмом, я понимаю, что навряд ли мы снова станем братьями. Понимания никакого нету, нас обвиняют в том, что мы зомбированы, американская пропаганда, и карателей называют совершенно другими эпитетами, армию называют тоже, хунтой, бандеровцей. То есть я, у которого мать русская, с Воронежа, а отец свинец, тоже должен примерять на себя эту одежду бандеровца, правосека и другие эпитеты. Это все в социальных сетях есть. Поэтому я не знаю, как их убеждать. Это не получается, даже когда есть снипки, переданные военными американцами, расположение этих комплексов в БУК и пресечение границы тяжелой техникой, все равно нас обвиняют в том, что это пропаганда, что мы зомбированы здесь, цирушны, представителями Пентагона и все хорошо только там, в России. Владимир, ну а то рано или поздно закончится, да, наши силы прикладывают, силы а то я имею ввиду, для этого максимум усилий. А какая вероятность того, что вот эти вот ложные звонки не повторятся и в будущем? Они будут повторяться всегда. Всегда будут люди, которые, не понимая всей опасности таких звонков, будут звонить, будут звонить те категории людей, о которых мы вначале говорили, это где-то процентов 30, это вообще люди, которые просто находятся на учете у психиатров, в психбольницах лечатся и, к сожалению, эта категория будет и дальше звонить. Но не может быть сейчас, что большинство звонков с востока Украины и все люди там вот психически больные. Нельзя же так сказать. Я думаю, что ко всем этим категориям, недовольным гражданам действиями власти или недовольным гражданами обслуживанием, студентами, школьниками, хулиганами, просто людьми в состоянии алкогольного опьянения очень часто, потому что перед своей девушкой, которая тоже в таком же состоянии может быть, они звонят, а потом их задерживают. К этой еще категории присоединились еще телефонные террористы, можно их так назвать. Владимир, вы как считаете? Я думаю, что будет идти по нарастающей. Если силы, я имею ввиду, если силы АТО будут занимать большую территорию востока Украины и будут наводить порядок, то как считаете, количество этих ложных звонков увеличится? Увеличится, безусловно. Потому что будет реализована уже агентура, агентурная сеть в центре на западе Украины для того, чтобы раскачивать дальше общественные настроения, для того, чтобы вызывать панику, сеять панику, вызывать хаос в общественной жизни, будут не только звонки, будут попытки реальных террактов, реальных диверсий, будут пытаться взорвать мосты не только на территории Донецка и Луганской области, будут пытаться выходить на соседние области. Это будет неизбежность как ответ на успехи украинской армии, украинских сил правопорядка на востоке Украины. Но бесконечно же это продолжаться не может, где-то должна быть точка, после которой количество этих звонков будет уменьшаться. Что это может быть за точка? Необходима полная перестройка правоохранительной системы. То, чего мы пока что не наблюдаем даже самой теории, даже самой концепции. Ведь посмотрите, живет же Израиль, живет неплохо. Мы туда ездим отдыхать, а ведь это, по сути, горячая точка. Необходимо просто учиться, как у них организована эта работа, каким образом они контролируют места скопления людей, контролируют общественные места, чтобы не допустить терактов. Как они реагируют на подобные звонки. Нужно набираться опыта, посылать наших специалистов на учебу, приглашать их специалистов для того, чтобы они помогали. Но я вам скажу прямо, что до тех пор, пока в милиции нашей, в СБУ, в органах прокуратуры будет процветать коррупция, будет процветать взяточничество, до тех пор, пока у нас не будет концепции перестройки, кардинальной перестройки правоохранительной системы и судебной системы, это вся инструктор нам ничем не помогут. Мы должны начать все помогать сами. Владимир, а вы какую видите реформу системы МВД, внутренних органов, СБУ? Я хотел бы Владимиру оппонировать, если будет успешно проведена операция, тогда будет больше технических возможностей у правоохранителей выслеживать эти звоночки. Конечно, такие вот телефонные террористы, им будет намного тяжелее работать. Ну а реформирование, можно говорить о концепции, каждый министр внутренних дел, когда он приходил, замещал эту должность, он всегда говорил о реформировании, последний говорил о модернизации, это слово больше нравилось. Поэтому, я считаю, все научные разработки, весь международный опыт, конечно, надо изучать, но если в бюджете страны не будет денег для достойного материального обеспечения правоохранительного, проведения реального конкурса, если не будет соблюдены социальные гарантии работников полиции или милиции, как она будет в будущем, то вряд ли можно говорить о успехе этого реформирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова